Русский конструктивизм и легендарный воротарь. В Москве за несколько дней для финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу представили официальный постер. Советский футболист Лев Яшин стал символом первенства России и национальной сборной. Плакат «Как талисман удачи» был передан Игорю Акинфееву. Как прошла презентация, расскажет Виталий Портнов. Черный свитер, шорты и кепка – легенда советского футбола. Лев Яшин стал не только символом чемпионата мира. Его изображение на официальном плакате первенства – это символ сборной России, который, надеются фанаты, принесет команде удачу и позволит выйти с группового этапа и побороться за главный трофей. Мы решили подарить этот плакат Игорю Акинфееву, голкиперу сборной России, в надежде на то, что этот плакат станет хорошим символом, хорошим талисманом. Свой автограф на удачу сборной ставит жена, признанного всем миром воротаря – Валентина Тимофеевна. Она среди почетных гостей. И всем нам очень далеко, я имею в виду коллегам по цеху, до этого великого воротаря. Мы будем стараться, но прекрасно понимаем, что хотя бы на полшажочка, если приблизимся, то будет вообще великолепно. Лев Яшин – участник четырех чемпионатов мира по футболу FIFA и единственный голкипер в истории мирового футбола, получивший золотой мяч. Человек, который вообще был бесконечно предан футболу, принципам честной игры, справедливой игры. И, конечно, сегодня он кумир очень многих поколений. И вот сколько времени проходит, все, в принципе, сегодня, в общем, помнят Льва Ивановича и как большого спортсмена, и великого воротаря. Поэтому, конечно, мы сходили с того, что вот это и дань такого большого уважения этому человеку, ну и еще и, скажем так, это продвижение вообще ценностей футбола, той силы футбола, которая объединяет миллионов людей на планете. Дальше – работа художников. Лучи, отходящие от мяча, символизируют энергию турнира. Зеленый шар отсылает к цвету полей 12 футбольных стадионов в 11 городах-организаторах, которые примут 64 матча турнира. Этот плакат Игорь Гурович выполнил в стиле русского конструктивизма конца 20-х годов. Официальный плакат Чемпионата мира по футболу 2018 является настоящим отражением художественного и футбольного наследия России. Мы очень гордимся этим прекрасным и знаковым произведением, которое прославляет столь легендарную для футбола личность и символизирует приближение Чемпионата мира в России. Символы всех 11 городов-организаторов, в том числе и Самары, теперь увидят сотни жителей и гостей столицы. В московском метро запустили специальный состав. Увидеть его и познакомиться с историей мирового футбола ежедневно смогут порядка 9 миллионов человек. Уже через 197 дней лучшие футболисты мира смогут побороться за главный трофей. Кто с кем сыграет в групповом этапе, мы узнаем 1 декабря во время финальной жеребьевки. В этот же день станет известно, какие команды сыграют на стадионе Самара-Арена. Затем, как сойдутся звезды, будут следить тысячи журналистов со всего мира. И мы, Виталий Портнов и Алексей Юльмискин. Новости губернии. Москва.